Филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Он действует в регионе уже почти год. За это время в фонд обратились около полутысячи участников СВО и семей погибших военнослужащих. Здесь они получают всестороннюю поддержку, юридические консультации, помощь в оформлении документов, дающих право на меры социальной поддержки, содействие в трудоустройстве. То, что касается трудоустройства, к нам обратилось 68 ветеранов. Из них 44 конкретно уже трудоустроены. Все остальные, которые не трудоустроены, там порядка 20 человек, они находятся в работе, именно решается вопрос либо переобучения, либо вообще получения другой профессии. Психологическая поддержка, помощь в решении самых разных вопросов, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих, содействие в прохождении медицинской реабилитации. Всем этим направлениям в регионе оказывается большое внимание. Более 500 единиц оборудования на более 300 миллионов рублей поступило в область только на медицинскую реабилитацию. Все учреждения области снабжены высокотехнологичным оборудованием, механокенезиотерапией, физиотерапевтическим, диагностическим оборудованием. Надежный тыл участникам СВО и их родным обеспечивает и комитет семей воинов отечества. О его деятельности сенатором рассказала руководитель комитета, мама погибшего героя гвардии лейтенанта Дмитрия Седнева. Также на встречу пригласили самих участников СВО и вдов погибших воинов. Я никогда не думала, что я могу построить дом. Ну как получилось, так получилось. Государство дало такие деньги, да, я решила просто что-то детям оставить своим. Ну и плюс спасибо. Газ провели, воду провели, достроили там, ну не важно. Вот даже недавно я вот говорю, давай ему сейчас там борода откатные какие-то сделаем. Говорю, да может они пока не нужны. Нужны. Подопечные фонда защитники отечества рассказали о мерах поддержки и подняли те вопросы, которые, по их мнению, требуют доработки, в том числе на федеральном уровне. В частности, для участников СВО, нуждающихся в улучшении жилищных условий, законодательство пока не предусматривает постановку на льготную очередь. А ипотека со сниженной процентной ставкой подходит не всем. Сенаторы внимательно выслушали все поступившие вопросы и пообещали содействие в их решении. Когда человек возвращается из зоны специальной военной операции, а жилищные условия таковы, что их нужно улучшить. Но нет тех сил для того, чтобы заработать средства и обеспечить новым жильем. Конечно, здесь государство должно становиться на защиту и протягивать руку помощи. Поэтому мы на федеральном уровне сейчас проработаем такие возможности. Хотя, конечно, всегда ситуация достаточно индивидуальна. Но, тем не менее, конечно, надо решать всегда в пользу ветеранов боевых действий. Ольга Макушникова, Дмитрий Матеров, Брянск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова